Накопленная бедность. Накопленная бедность ЦБ и эксперты обсуждают риски необеспеченного кредита физлицам. 1. Газета «Коммерсант» номер 19 от 4 февраля 2019 года, СТР. Два дискуссия о проблеме быстрого роста кредитования физлиц возобновляется. 1 февраля Банк России заявил о безбыточности годовых темпов роста необеспеченного кредитования физлиц, а агентство «ФИЧ» выпустило отчет, предположив трудности для ЦБ в ограничении роста розничного кредитования. Кредиты физлицам вряд ли прямо угрожают макроэкономической стабильности и они стимулируют импорт и угрожают банкам, но большая часть домохозяйств не имеет крупных кредитных долгов. Как констатирует «ФИЧ», речь скорее идет о необходимости решения накопленных проблем сектора. Несколько утихшая после первого полугодия 2018 года дискуссия о рисках кредитования физлиц в РФ в начале 2019 года возобновилась. Так, глава ЦБ Эльвира Набиулина в выступлении на ежегодном собрании Ассоциации российских банков в Подмосковном Бору заявила об опасности темпов роста необеспеченного кредитования. Заявление было бы дежурным, совет директоров ЦБ уже три года отмечает эти риски, комментируя решение поставки, если бы одновременно на собрании АРП не обсуждались несколько смежных тем с вполне алармистскими посылками. В свою очередь, 1 февраля «ФИЧ Рейтингс» выпустила отчет по розничному кредитованию банковского сектора РФ, выразив сомнения в том, что ЦБ способен ограничить рост необеспеченного кредитов из лицам. Тогда же пресс-служба ЦБ в связи с публикацией данных о динамике потребкредитования по итогам 2018 года, рост на 22,7%, прямо объявила его избыточным, хотя еще 25 января в бюллетене ЦБ о развитии банковского сектора РФ за 2018 год почти те же цифры комментировались нейтрально, рост кредита быстрее номинального роста зарплат, до 10%, и доходов населения, менее 5%, объяснялся сменой потребительского поведения и снижением нормы сбережений, она в 2018 году была нестабильна. Почему ЦБ опасается излишне быстрого роста необеспеченного кредитования и необеспеченные кредиты менее половины портфеля кредитов из лица? В 2018 году менее 15% ВВП, 14,9 ТРЛН рубль, вряд ли беспокоит ЦБ сами по себе. Для массовых дефолтов по ним, угрожающих банковскому сектору в целом, и в том числе крупнейшему кредитору физлиц Сбербанку, в экономике должно происходить что-то экстраординарное. Но у портфеля плохих кредитов физлиц ВРФ есть свои особенности. Он локализован, подавляющее большинство физлиц ВРФ заемщики с высшим уровнем кредитной репутации, а физлица, данных о которых нет в Бюро кредитных историй, кредитами в банках не пользуются. Судя по всему, категории клиента микрофинансовых организаций, беднейшие слои населения и потребителей необеспеченного розничного кредита сильно пересекаются. Оценки же «фетч» позволяют предположить и концентрацию проблему в банковском секторе. По оценке агентства, негативное влияние на показатели достаточности капитала в течение двух лет будет составлять менее 1% от взвешенных по риску активов у крупных универсальных банков и менее 4% у розничных банков. Предположение двухлетней оборачиваемости портфеля необеспеченных кредитов. В числе банков, которые могут испытывать проблемы из-за роста рисков по таким кредитам, «фетч» называет «Восточный экспресс», «Ренессанс кредит» и «Русский стандарт банки», работающая в секторе много лет. Предположение о двухлетней оборачиваемости условно. Отчет констатирует, что рост рынка в 2018 году во многом вызван рефинансированием проблемных кредитов физлицам, и, чтобы уменьшать ежемесячные платежи, почти у всех банков есть необеспеченные кредиты сроком на 7, а в ряде случаев до 15 лет. Вероятно, ИЦБ и аналитики рассматривают как угрозу достаточно специфическую ситуацию возможность снижения доходов 10-15% беднейших и сильнее всего закредитованных домохозяйств, что вызовет проблемы у десятка лидеров розничного кредита физлицам. Способность правительства в таком сценарии быстро и эффективно поменять соцполитику, видимо, оценивается причастными сторонами как очень низкая. Меры ЖЦБ, ужесточение нормативов по таким кредитам с 1 апреля, ограничения по совокупному кредитному долгу физлица с 1 октября, быстро проблемы решить не могут. Дмитрий Бутрин